Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, какие важные события нас ожидают на этой неделе. Расскажу о рынках, что я закрыл с прошлой недели, что планирую открывать на этой неделе. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваш вопрос оставляйте в комментариях. Итак, эта неделя, безусловно, пройдет под знаком изменения индекса Dow Jones, сплита Tesla и сплита Apple, которые новые цены уже доступны для торговли будут с сегодняшнего дня. Давайте начнем с разбора как раз изменений, которые затронут индекс Dow Jones. Данные изменения прошли из-за того, что Apple объявил о сплите, а индекс Dow Jones свой вес рассчитывается, ну вес компании рассчитывается именно от цены акций, то есть чем акция дороже стоит, тем больше размер она занимает в данном индексе. В отличие, например, от индекса S&P 500, тот, где размер зависит от капитализации. Так вот, после того, как стало известно, что Apple объявил о сплите, а так как представители Dow Jones не хотели, чтобы доля технологичной компании как раз уменьшилась в индексе, ну на фоне как раз новых реалий, они приняли решение заменить ряд компаний из старых экономий как раз новыми компаниями, которые должны вернуть вес именно технологичных компаний. Итак, изменения пройдут, собственно, сегодня с утра уже начали с торговли на премаркете, уже по новым компонентам, и в данном случае три компании, которые были исключены из индекса, это ExxonMobil, одна из крупнейших американских нефтедобывающих компаний, компания Pfizer и компания Reitlin Technology. То есть фактически все эти компании, они представляют как старые экономики, но тем не менее на текущий момент было принято решение как раз заменить их более технологичными такими компаниями, как Salesforce, Amgen и Honeywell. Соответственно, сейчас новое, как мы видим из представления таблицы, то есть если Apple раньше занимал первое место в данном списке, сейчас это United Health Group, то сейчас Apple опускается на 18 место, и как раз компании, которые были включены в новый индекс, они занимают третью, четвертую и десятую позиции. Соответственно, сейчас мы с вами видим то, что S&P 500 обновил локальный максимум, NASDAQ обновил локальный максимум, ну теперь на очереди Dow Jones, и на фоне как раз изменений в индексе мы вполне можем ожидать как раз новые максимумы по данному инструменту. Поэтому будем ожидать это в ближайшее время, тем более пока тенденция на рост сохраняется. Также Apple и Tesla начнут торговаться сегодня уже по новым ценам. Вы можете обратить внимание в своих терминалах, что Tesla доступна для покупки по 442 доллара на текущий момент, а Apple будет доступна со 124. Конечно, на открытии рынка мы можем видеть гэп наверх, если рост продолжится. Поэтому сейчас эти компании стали более доступны, тренд по ним продолжается восходящий, поэтому это может добавить определенный вес нового инвестиционного капитала в эти компании и, соответственно, их также продолжат покупать. Но они стали в 4 раза более доступны из расчета на одну акцию. Также у нас сегодня последний день месяца, и я нашел интересную статистику на сайте MarketWatch, которая показывает нам, как вел себя индекс Dow Jones как раз в те года, ну как он себя ведет в целом в сентябре и как он себя ведет в те сентябри, которые выпадают как раз на год выборов. В целом мы видим, что если сентябрь выпадает не на год выборов, то это, пожалуй, худший месяц для индекса Dow Jones. То есть здесь мы видим самое большое снижение, которое может ожидаться. Все данные представлены за более чем 100 лет. Ну а в том случае, если этот год год выборов, то индекс Dow Jones показывает себя более позитивно, ну и плюс новые изменения, которые, я думаю, что дадут возможность индексу Dow Jones уже обновить локальный максимум, ну и двигаться дальше уже на рост. Кстати, по поводу исключения тех компаний, которые произошли, в принципе, это не сильно влияет на, ну не должно сильно влиять на котировки компаний. Мы видим то, что последние пару дней и ExxonMobil, Pfizer и Rite Technology подрастают. Ну да, это престижно находиться в индексе Dow Jones, но в целом, если компании себя покажут и дальше, они смогут вернуться. Потому что, например, компания Honeywell, она уже была в индексе Dow Jones, потом ее исключили и сейчас вот вернули обратно. Ну а теперь давайте посмотрим, какие события нас ожидают на этой неделе. То есть у нас сегодня заканчивается месяц, последний день августа, сегодня выходной день в Великобритании. Ну и уже сентябрь начнется, во вторник мы увидим публикацию индекса менеджера по закупкам в производственном секторе от ISM. Здесь это важный инструмент, за которым тоже, безусловно, нужно следить. На текущий момент ожидается повышение, то есть все равно, напомню, что данный показатель, когда он выходит выше 50, то это позитив для экономики. То есть это показатель пока выходит в производственном секторе. Соответственно прогноз ожидается 53,4, чуть меньше, чем предыдущий показатель. Ну и понятно то, что для производства пока еще не был полностью перезапущен. Да, ВВП снизилась на 30% в США. Ну, собственно, любое здесь позитивное значение, то есть выше 50, оно будет восприниматься рынком тоже, безусловно, на позитиве. В среду будут опубликованы данные по ВВП Австралии. Здесь мы видим небольшой прирост. Это квартальные данные за второй квартал. Изменение числа занятых вне сельскохозяйственном секторе от ADP, то есть такой преднонфармы выйдут в среду. Ну и изменения по запасам сырой нефти. Продолжает бушевать ураган в Мексиканском заливе. Огромное количество буровых встали. То есть сейчас нефть не добывается, поэтому это все может сказаться, скажем так, негативно на запасах, но что в свою очередь может подтолкнуть котировки нефти вверх. Ну, собственно, что мы видели последние несколько дней, нефть подрастает. В четверг выйдут данные по индексам менеджера с закупками вне производственном секторе. Здесь также ожидается небольшой рост. То есть, опять же, показатель выше 50, но меньше, чем на предыдущий. То есть предыдущий был 58, а ожидается в данном случае 52,7. Ну и пятница завершится у нас изменением числа занятых вне сельскохозяйственном секторе. Здесь ожидается снижение. То есть пока все еще безработица в США находится на довольно-таки высоком уровне. И в данном случае те данные, которые у нас будут публиковаться, они здесь тоже крайне важны. Предыдущее было позитивное значение. Здесь ожидается негативное. То есть порядка минус 744 тысячи. То есть это, скорее всего, здесь значение в миллионах указывается. Ну и, собственно, вот тот возврат, который был, то есть, да, 1 миллион 700 новых рабочих мест было создано в предыдущий раз. И ожидалось минус 12 миллионов. Ну и, собственно, сейчас ожидается минус 7,5 миллионов, насколько я понимаю. Но все равно показатели выходят несколько отрицательными для экономики. Поэтому здесь тоже будем за этим следить. Но, в принципе, сейчас понятно, что нужно время на то, чтобы восстановить рынок, на то, чтобы восстановить рабочие места. Ну и, собственно, и ФРС, и правительство США тоже делают все возможное, чтобы это произошло. Конечно, вторая волна коронавируса, повторные закрытия, которые могут быть, они могут сказаться негативно. Но пока рынок, скорее всего, этого не ожидает. Ну а теперь давайте пройдемся по основным инструментам. То есть к чему мы подходим в новом месяце. Сейчас тренд на укрепление, ну, точнее, на ослабление американского доллара на рост фондового рынка по-прежнему сохраняется. Евро торгуется на локальных максимумах за август. Опять же, были интересные точки для входа, и они по-прежнему остаются. Если мы увидим коррекцию в области 1.17, 1.16, то заходить с этих уровней на продолжение пока имеет смысл. Пока текущая тенденция сохраняется. Но пока мы находимся довольно-таки высоковато, и с точки зрения часового таймфрейма также сохраняется на текущий момент восходящий тренд, то покупать по текущим ценам не совсем разумно. То есть если мы увидим коррекцию, то я тоже для себя рассмотрю данные возможности для входа уже на продолжение тренда. По британской валюте, ну сегодня мы вряд ли можем ожидать какую-то, ну точнее волатильность может быть, так как в Великобритании сегодня банковский выходной день. Поэтому сейчас здесь тоже нужно быть аккуратным по торговле данной валютной парой. В целом мы здесь видим отбитие от уровня поддержки, который мы видели в августе. Это отметка 1.30, с нее мы увидели рост на порядка 2%. Сейчас торгуемся по локальным максимумам за этот год. Вот сейчас подходим как раз к следующему историческому уровню, который был в ноябре 2019 года. Это область 1.35, туда пока фунт и идет. Но опять же, покупать на коррекции, да, покупать на коррекции. Сейчас она слишком высокая, поэтому после того, как будет сформирована коррекция, имеет смысл также заходить в данную валютную пару. По паре американский доллар, канадский доллар в пятницу обновили локальный минимум. Движемся по направлению на минимальное значение, которое мы видели в январе этого года. То есть область 1.29, 1.30. Собственно, там и находятся целевые уровни по снижению. Опять же, сейчас мы торгуемся по самым минимальным значениям. Поэтому покупать, продавать на коррекциях в данном случае. Также эту идею я для себя рассматриваю. Но с точки зрения часового таймфрейма сохраняется нисходящий тренд. Поэтому его завершение и переход в фазу коррекции будет как раз интересным поводом присмотреться к данной валютной паре. Пара американский доллар, японская иена в данном случае продолжает свое нисходящее движение. Мы подошли к области поддержки, которую мы видели в августе. То есть первый уровень был минимальный 104.20. Минимальное значение июля. И в августе область поддержки сформирована на 105.22. Сейчас мы видим сегодня, в последний день месяца, небольшой отскок от данного уровня. И продолжение как раз коррекции. Поэтому на текущий момент здесь мы рассматриваем как раз еще одну волну восходящего движения. То есть в область 106-107. И оттуда также пробовать данную валютную пару продавать. Но мы очень активно сходили как раз на прошлой неделе. Именно в пятницу. В рамках того сценария, который мы отмечали. Поэтому сейчас здесь мы можем ждать как раз коррекцию. И завершение этой коррекции рассматриваем для входа. По австралийцу обновили мы локальный максимум. Сейчас торгуемся на 73.51. Тренд восходящий сохраняется. Область поддержки находится на минимальных значениях августа. То есть коррекция в область 71.52. Может быть как раз интересна точка для входа на продолжение роста по австралийцу. С точки зрения часового таймфрейма, опять же, сохраняется у нас движение восходящее. Тот сценарий, который я также отмечал ранее, но чуть преждевременно из него вышел с меньшим прибылью, который мог бы выйти, например, сегодня или в пятницу. Но, тем не менее, тогда были другие факторы, которые влияли на мое решение. Но, тем не менее, сейчас движение продолжается. И я буду искать коррекции, после которых буду также заходить на продолжение роста. Новозеланде также подходит полотной кулакальный максимум, который мы видели в ноябре 2019 года. То есть это, в принципе, следующая цель роста, которая здесь и была, она сейчас уже отработалась. Поэтому здесь тоже ожидаем коррекцию. Коррекцию в область 65.65.80. И оттуда также рассматривать уже вход на продолжение тренда. Сейчас с точки зрения часового таймфрейма сохраняется восходящее движение. Поэтому, опять же, сейчас впрыгивать на самых максимумах в данную валютную пару не имеет смысла. А, как я уже говорил ранее, пока сделки контртрендовые я рассматривать не буду. Поэтому сейчас в РК вероятность как раз коррекции. Но в данной коррекции заходить не буду. Буду заходить уже непосредственно по тренду. Золото также довольно-таки неплохо выросло с прошлой недели. Я напомню, что также открывал позицию, открывал отложенными ордерами. Вошел по самому минимуму, который был 27 августа. Ну и вышел из позиции сегодня. То есть, в принципе, у нас день открылся не очень позитивно для золота. До европейской сессии я видел небольшое снижение. И решил из золота на текущий момент выйти. Возможно, перезайду чуть ниже. То есть, если мы опустимся еще раз в область 1920-1900. И у нас данный нисходящий тренд продлится по крайней мере 2-3 дня. То при завершении данной нисходящей формации я еще раз перезайду в него. На продолжение как раз тренда с целями роста до 1980 и 2000. Соответственно. То есть, буду смотреть, где становится вот эта коррекция, которая сейчас началась. Возможно, эта коррекция завершится и сегодня. Мы сегодня увидим обновление локальных максимумов. Тогда данный сценарий будет отменен. И я буду искать уже другие возможности для входа. Индекс DAX также торгуется по локальным максимумам. DAX также пока еще не обновил исторический максимум. В отличие от индекса S&P 500 и NASDAQ. Все, в принципе, возможности для данного роста у DAX остаются. Опять же, я для себя буду рассматривать вход на коррекциях. Сейчас мы торгуемся выше зоны ценностей. То есть, если мы упадем на 12764, то есть, если мы увидим продолжение той коррекции, которая началась у нас на прошлой неделе, то я тоже буду заходить по DAX непосредственно по тренду. То есть, сейчас с точки зрения часового таймфрейма мы видим все-таки снижение. Ну, вопрос, насколько оно продлится. И вот вход как раз из области 12600-12700, он здесь был бы интересным. S&P продолжает расти. У нас новый локальный максимум уже и сегодня. Сегодня мы уже видим, что цена на премаркете обновляет локальные максимумы. Уже торгуемся по 3500. Следующая цель роста 3500. 50-3600. Соответственно, любые падения, которые здесь были, откупаются. Не было полноценной коррекции для того, чтобы заходить как раз на продолжение роста. Поэтому здесь для себя тоже буду ждать, безусловно, коррекцию, которая может произойти. Мы все ближе и ближе подходим к выборам. И перед выборами коррекция на 5-7-10% вполне может произойти. Но вот как раз ее и воспользуем для входа на продолжение роста. Тем более, что на прошлой неделе Павел сказал то, что политика стимулирования продолжится. Ставки повышать пока не планируют. То есть все это будет все-таки сказываться на продолжении роста по фондовому рынку. Как раз этот тренд мы и будем рассматривать. Ну и нефть на фоне как раз ураганов продолжает расти. Сегодня мы торгуемся уже на локальных максимумах за этот месяц. Ну и в принципе мы видим этот максимум уже с последнего обвала, который был в марте. Практически отыграли то падение, которое было. Но целью остается рост 55-56 по CFD на нефть марки Brent. То есть в целом рост он безусловно остается. Ну и индекс NASDAQ. То есть в принципе здесь тоже мы с вами раз про него мы говорили. То есть сейчас тоже мы торгуемся на локальных максимумах. Но по NASDAQ я не торгую. То есть здесь я больше использую его как в целях информации. То есть здесь мы тоже видим то, что рост продолжается. И технологичные компании тянут рынок вверх. Неделя тоже может быть довольно-таки интересной, довольно-таки насыщенной. Ну посмотрим как начнется торговать Tesla, как начнет торговаться Apple. И как среагирует Dow Jones на открытие рынка. Если вам понравился обзор, не забудьте поставить лайк. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. С вами был Исаков Роман, компания Admiral Markets. Увидимся в среду. И посмотрим как раз как мы подошли к середине торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.